ДИАЛОГ Здравствуйте! Вы смотрите ДИАЛОГ. Накануне 1 сентября предлагаю поговорить о том, как сохранить здоровье детей в период их обучения в школе. Присоединяйтесь. Инна Викторовна Чернышевич, заведующая филиалом номер 6 Государственного учреждения здравоохранения Гомельская Центральная городская детская поликлиника. В 1992 году окончила Целеноградский государственный медицинский институт по специальности педиатрия. Работала врачом-аллергологом в детских больницах в Целенограде и Амкале. В сфере здравоохранения нашего региона с 2000 года. 6 лет была врачом-педиатром кабинета инфекционных заболеваний в Гомельской Центральной городской детской поликлинике. На должности заведующий филиалом номер 6 работает с 2006 года. Вопросы, которые касаются педиатрии, прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 34 00 43. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Инна Викторовна. Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые телезрители. Бытует мнение, что современные дети более слабые и болезненные, чем предыдущие поколения. Так ли это? Ну, однозначно так, конечно, сказать нельзя, что они более болезненные. Но, тем не менее, к сожалению, наша жизнь, хотя с одной стороны прогресс и становится жить интересней, много различных появляется у нас удобств. Но, тем не менее, наши дети именно от этого зачастую и страдают. Вы же сами понимаете, что с приходом в нашу жизнь компьютерных технологий, гаджетов, ну, некоторые дети, в общем-то, по упущению родителей, как правило, по упущению родителей, являются жертвами, можно даже так сказать, именно этого. Отсюда идет, конечно же, и гиподинамия у детей, и лишний вес, и умственные какие-то нарушения, раздражительность, какие-то еще факторы такие. И что касается, в общем-то, среды нашей с вами жизни, то, в целом, хотелось бы, конечно, сказать, что наши дети, они, ну, уровень заболеваемости, в принципе, из года в год он практически одинаковый. Но наши заболевания, заболевания наших детей, конечно, превалирует один год, допустим, зрение падает больше, в большей степени. Другой год, может быть, где-то как-то желудочно-кишечный тракт. Ну, в целом, где-то на одном уровне держим. То есть, однозначно сказать, что дети стали чаще болеть, нельзя? Ни в коем случае, однозначно так не скажешь. Как вырастить здорового ребенка? Мы поинтересовались мнением гомельчан по этому вопросу. Давайте его выслушаем. Что-то зависит от родителей, что-то зависит от природы, от экологии, от медицины. Очень много зависит. Нормальное человеческое питание. То есть, здоровое питание выращено, как сказать, на своих участках, что ли. Поменьше химии, побольше здорового питания, и будет все прекрасно, по-моему, я думаю, так. Закалять нужно здорового ребенка, спортом заниматься. Есть и йогурчики эти, и сникерсы. А питание нормальное детям. Не пичкать всякой гадостью их здоровое питание, но не перебарщивать, чтобы ребенку было интересно вообще питаться здоровой пищей. Важно все. Нужно внимания к своему ребенку, любовь к своему ребенку, конечно. Питание правильное ребенка. Ну и, конечно, свежий воздух, витамины. То есть, образ жизни. А реально ли придерживаются правильного питания? По-моему, реально, абсолютно. Для этого все у нас есть. Магазины все есть, и вообще все есть. То есть, правильное питание – это абсолютно несложно. В наше время частное сельское хозяйство, огород – все свое. И вы знаете, что крепко в деревне так не потурали, якое росло, и оно было неотрученное. И слава тебе, Господу Богу, выросло уже трех детей. Питание – это было свое еще. Еще нагрузок, ну, как вам сказать, крепкопестные не были детки. Пролучали, чтобы помогали что-то. Родители заботились о здоровье ребенка, подавали правильный пример, отдали ребенку какую-нибудь секцию спортивную, чтобы он занимался спортом, и не показывали вредных привычек своему ребенку. А питание? А питание тоже должно быть здоровое. Надо следить за питанием ребенка. А ты следишь? Нет. Ну, как бы слежу, но ем, мне все равно, что есть. Наши дети, они ни от чего не застрахованы, потому что, ну, это же детство, все бьют коленки, локти, там, не знаю, ломают. Главное, чтобы любили родители. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Инна Чернышевич. Замечательный детский доктор, присоединяйтесь к нам. Ну, вот как поступать правильно, в теории знают, наверное, почти все взрослые. А в жизни все равно все происходит почему-то не так. Вот с чем приходится сталкиваться педиатрам? С какими ошибками или, может, заблуждениями, упущениями родителей? Ну, вы правильно сказали. Мы все знаем, как надо. Но и тем не менее мы делаем, как получится. Потому что все, в общем-то, и родители работают загружены, и бабушки далеко не у всех есть. И вот эти наши знания, как надо и как получается, они как-то вот плохо и влияют на ребенка, конечно же. Если говорить о заблуждениях родителей, то зачастую наши родители, в общем-то, тоже уже становятся жертвами интернета. А в интернете, как вы знаете, можно найти все, что душе угодно. И если ты во что-то вдруг уверовал, то, конечно же, найдешь там информацию, подтверждающую твою веру. Поэтому, конечно, заблуждения, которые в основном приносят вред нашим детям, это, как правило, в отношении прививок. Это очень нехорошее заблуждение, что мой ребенок не заболеет как-нибудь, но прививка может принести вред и так далее и тому подобное. Это вот одно из таких вот злых заблуждений родителей. Также некоторые родители приверженцы какого-то одностороннего питания, допустим, тоже вредное заблуждение, так сказала. Потому что растущему организму, маленькому организму, ни в коем случае нельзя давать одностороннее какое-то питание. Если семья, взрослые люди придерживаются вегетарианства, вегетарианство, веганство, ну, это их выбор, пожалуйста. Но детей ни в коем случае нельзя ограничивать в продуктах питания, потому что, в общем-то, они растут, развиваются, и им нужно всестороннее питание и необходим белок, животного происхождения белок. Ну, вот эти заблуждения, с которыми педиатр... Ну, заблуждений, конечно, масса, но это вот основные такие проблемные заблуждения, которые действительно наносят вред здоровью нашим детям. Вы спорите, врач должен пытаться убедить родителя, вот если, к примеру, он отказывается от перевивок, потому что это, наверное, такая самая острая тема для полемики по поводу здоровья детей, что их же ведь не делают вполне сознательно родители. Ну, естественно, педиатр и должен, и обязан убедить родителей, все-таки повернуть их в сторону своих детей, чтобы действительно родитель пошел, во-первых, осознанно на прививку, зная, что прививка, в общем-то, необходима ребенку, что она защитит ребенка от заболеваний. И, конечно же, педиатр должен приложить максимум усилий. Если не получилось за один раз, то и второй, и третий раз он должен пытаться убеждать родителей. Все-таки, если бы родитель зашел на сайт в интернете там, где действительно рассказывают о пользе нормальной прививках, то, в принципе, это было бы только во благо, и, в принципе, со стороны интернета он бы получил информацию о пользе прививок. Но такие вот родители, я бы так сказала, настойчиво, упертые, они ищут сайты совсем другой направленности и убеждают себя в том, что это вред. Это тяжелая работа. Это подтверждение тому, во что он верит, и они находятся. Инна Викторовна, а вам в практике приходилось сталкиваться с последствиями отказа от прививок, когда ребенок эту инфекцию, которую, в принципе, уже в 20 веке считали побежденной, он ее встречал и заболевал? Ну, конечно, это сплошь и рядом, да, далеко ходить не надо сейчас. Корь, вы знаете, она, в общем-то, с Украины к нам идет, и это довольно-таки тяжелая инфекция, и наши дети, которые не привиты, наши взрослые, которые не привиты, они тоже, в принципе, могут быть подвержены этой инфекции. Инфекция довольно-таки тяжелая. Она может протекать очень по-разному, то есть это может быть и тяжелая пневмония, и энцефалит, и все, что хотите. Вот. И сталкивалась ли я с последствиями? Да, в практике довольно-таки были тяжелые случаи. Видела, когда ребенок до года болел коклюшем, когда это были реанимации, когда это апноэ была, это остановка дыхания от этого кашля. И коклюш – это, в общем-то, очень тяжелая инфекция, и она еще опасна тем, что формируется доминирующий очаг в головном мозге. То есть кашель идет не из легких как таковой, а уже когда он затягивается, когда это уже ближе к концу первого месяца, вы знаете, от кашляют до трех и более месяцев, то формируется очаг в головном мозге, очаг возбуждения. И какие последствия дальше будут, это как получится. То есть вплоть до эпилептического припадка может потом дальше быть. То есть инфекции тяжелые. И прививочный, вот это вот наш прививочный календарь национальный, он построен действительно от тех инфекций, которые действительно опасны для жизни. То есть мы не берем какие-то легкие инфекции. У нас инфекции те, от которых надо защищать детей. И это, в общем-то, я не понимаю тех родителей, которые отказываются от прививок. Это массовое явление сейчас или оно тоже идет на спад? Потому что профилактика достаточно убедительная в этом смысле, разъяснительная работа проходит медицинскими работниками. Ну, вы знаете, во все времена были отказчики. И сейчас, в принципе, сохраняется большой процент отказов от вакцинации. Ну, вот в связи с украинскими событиями многие уже хотя бы от кори начали прививаться. Те, которые отказывались вообще тотально от всех прививок. Но сказать, чтобы сильно сократилась эта группа родителей, я не могу. Но ведем работу. Надо проводить работу. И надо защищать наших детей. Инна Викторовна, а вот с обратной ситуацией, когда были тяжелые побочные эффекты от прививок, вы сталкивались? Вы знаете, ну, лично я не сталкивалась с такими тяжелыми побочными эффектами. Но в любом случае есть индивидуальная какая-то непереносимость. Вы можете съесть шоколадку и получить анафилактический шок. Это же индивидуальная непереносимость какого-то компонента. Вакцина – это тоже один из таких агентов, которые могут вызвать что-то. Но это же не проверишь заранее, как воздействует на организме ребенка вакцины. Дело в том, что эти вакцины, все, которые у нас, они проходят довольно-таки серьезные проверки на уровне даже Всемирной организации здравоохранения. То есть это довольно-таки... И если вдруг, не дай бог, какое-то побочное фиксируется, мы обязаны подать экстренное извещение. Мы подаем, немедленно подаем экстренное извещение на побочную реакцию. И эта вакцина изымается, и заново проходят проверки все. То есть она максимально проверяется на всех-всех уровнях. И просто так она к нашим детям не попадает. Ну, то есть на самом деле гораздо больше риск для здоровья – это отказ. Конечно, конечно. От прививки. А сколько детей уже к своим семи годам, к школе успевают получить хроническое заболевание? Ну, в среднем где-то уже 10% от детского населения к школе имеет хроническую патологию. У школьников этот процент еще выше, уже где-то 15%. Но, как правило, это патология зрения, потому что, к сожалению, дети уже с трех лет, я вижу это с трех лет, в автобусах, в троллейбусах, где-то там на приеме перед кабинетом врача, уже сидят в гаджетах, в телефонах, смотрят мультики, уже пытаются пальчиком маленьким водить по экрану. А вы же понимаете, что это далеко не благо. И поэтому, к сожалению, вот патология зрения у детей до школьников, она превалирует. К сожалению, да. А если это заболевание внутренних органов, то, как правило, какие и с чем связаны? Ну, у маленьких детей, как правило, это какие-то... Мы ставим на учет деток с какой-то врожденной патологией. Пороки сердца, допустим, или еще какие-то. Вот. И заболевания. Сказать, чтобы сильно была большая группа детей-хроников именно с патологией внутренних органов, ну, это белонефриты какие-то, какие-то... Желудочно-кишечный тракт у них страдает гораздо меньше, чем у школьников. У них вот превалирует то, что, в общем-то, по наследственности какие-то были дефекты. Ну, малыши еще кормят ответственно, а потом уже... Да. Потом уже они начинают кормиться сами чем-то. Сейчас давайте выслушаем врачей, профессионалов. На приеме в поликлиниках города побывали наши корреспонденты. Это заболевание сегодня называют эпидемией 21 века. Близорукость. Уже в детском саду соответствующий диагноз имеет около 10% воспитанников. К концу школы эта цифра увеличивается в 6 раз. Впрочем, только школу медики не обвиняют. Кто из нас не наблюдал за молодыми родителями, которые пытаются успокоить ребенка картинками в мобильном телефоне? Дальше больше. Уже в начальных классах малыши получают собственные смартфоны, которые используют далеко не только для звонков родителям. Кстати, кроме близорукости, увлечение мобильными может вызвать также косоглазие и понижение цвета восприятия. В качестве профилактической меры медики настоятельно рекомендуют постоянно делать специальную гимнастику для глаз. Однако и эта рекомендация часто остается без внимания. Ну, не школа сильно портит зрение, а длительная работа на близком расстоянии. Это неправильная осанка, длительное напряжение при работе вблизи, при чтении, письме, рисовании, лепке, при рассмотрении близких предметов, при игре на компьютере, либо на гаджетах, на планшете, на телефоне. К сожалению, если детям покупают телефон, смартфон, то, как правило, через год-два у детей снижается острота зрения. Если взрослым часто не хватает времени и желания заниматься здоровьем собственных детей в пределах собственного дома, то об улице и говорить не приходится. По большому счету, некоторые родители предпочитают, чтобы их чадо больше времени проводили возле домашних компьютеров и телевизоров. Для здоровья может быть и не очень полезно, зато спокойнее. Хотя здесь тоже не все так однозначно. На улице ребенок часто предоставлен сам себе. И не всегда просто спрогнозировать, чем закончатся эти игры. Травматологи знают об этом, пожалуй, лучше остальных. Именно поэтому они уверены, детское любопытство – понятие не только медицинское. Ну, а любопытство ребенка – нормальное явление, в общем-то, в жизни. Его же никак нельзя притормозить. Поэтому предупредить – вопрос очень тяжелый. Он больше касается не чисто практической медицинской службы, а службы такой, социальной, больше. Гастрит, сколиоз, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, проблемы с пищеварением. Список самых распространенных детских заболеваний не изменяется уже несколько лет. Объяснить это какой-то одной причиной невозможно. Однако в последнее время медики чаще приходят к мнению, что часто проблемы возникают из-за неправильного питания. По большому счету, винить в этом только детей невозможно. Все полезное, вроде тех же паровых котлет и несоленых каш, для молодого организма, как правило, невкусно. Хотя это не значит, что выхода нет. Сегодня из школьного меню изымаются продукты, частое употребление которых может привести к заболеваниям. Больше внимания теперь уделяется тем же овощным салатам. Кроме того, из школьных буфетов исчезли чипсы и газированные ароматизированные напитки. Воспитание культуры питания – приоритетная задача для медиков и работников учреждений образования. Это питание в первую очередь, это режим питания нарушается, дети не кушают, как положено, завтрак, обед, ужин, а как угодно едят. И чипсы, сухарики, в общем-то едят, что хотят, вредную пищу. И фастфуд тоже, картофель фри, гамбургеры – это сейчас есть, любимая пища детей. Вы смотрите «Диалог» у нас в гостях Инна Чернышевич, заведующая филиалом номер 6 Гомельской центральной городской детской поликлиники. Инна Викторовна, школа и школьные нагрузки могут ли сами по себе быть фактором, негативно влияющим на детское здоровье? Ну, конечно. Все-таки школа – это определенная работа для организма в целом. Это напряжение ребенка, это его физический труд, потому что он статичен какое-то время. И, конечно, школьные нагрузки, они для здоровья не полезны, но образование должно быть у человека. Поэтому грамотно спланированный день, режим, дозированные физические нагрузки – это все, что должно защитить наших детей. То есть не критично, если есть рядом взрослые, которые за этим наблюдают. Но является ли образовательная среда белорусских школ здоровья сберегающей? Конечно. У нас существуют санпины, санитарные нормы и правила для школьных, ну, не только школьных, вообще учреждений образования, которые предусматривают абсолютно все, начиная от расположения школы, где и как она должна располагаться сама школа, и включая абсолютно все этапы школы. То есть это и освещенность кабинетов, и высота парт, стульев, и рассаживание детей в классах. Обязательно должна быть смена. В течение четверти полугодия дети должны менять местоположение. Все это, конечно, является здоровьезберегающим моментом. У вас спрашивают родители, как подготовиться к школе? Ну, конечно. Мы, в общем-то, особенно когда ребенок идет в первый класс, то даем рекомендации обязательно. Это неотъемлемая часть работы педиатров. В общем-то, для первоклашек особенно это же переход абсолютно на другой уровень жизни. Вот, поэтому очень важно и для первоклашек, но, в принципе, для любого ребенка после каникул. Адаптация к школе – это определенная работа, определенная нагрузка. В общем-то. Согласна. Что здесь важно знать родителям? Как своему чаду помочь? Как его поддержать, чтобы эти школьные нагрузки не были чрезмерными, не сказались? Вы знаете, прежде всего для любого школьника, абсолютно для любого, любого возраста, необходимо уже родителям заранее, уже в августе месяце, мы немножко уже задержались, желательно где-то за две недели до школы, уже приводить ребенка немножечко так в рамки, да, чтобы не было стрессом для него первое сентября. И обязательно уже начинать соблюдать режим приблизительно плюс-минус такой, как будет в школе у ребенка. То есть, чтобы он раньше вставал, чтобы он не спал до 10, до 11, чтобы весь его режим дня был уже, ну, более организован. Вот. И желательно, конечно же, чтобы дети первого сентября, придя в школу, уже заранее знали, какая смена там у них обычно, знают, каждая школа, она, в общем-то, первые классы, там, с первого по четвертый первая смена, дальше вторая, то есть плюс-минус можно режим подогнать. Это будет немножечко, ну, стресс немножечко снимет с детей. В общем-то, ну, что еще? Для первоклассчик очень важным моментом является посещение школы до первого сентября, чтобы он познакомился с самой школой, с самими кабинетами, чтобы он прошелся, прогулялся, чтобы он полюбил школу заранее. Потому что если он сразу первого сентября, там, второго, третьего, четвертого столкнется с каким-то негативом, то, конечно же, стресс усилится и адаптация его затянется. Адаптация у школьников по-разному бывает. То есть это от двух недель некоторые дети, они весьма мобильные такие, они могут адаптироваться и за две недели. Многие дети адаптируются после летних школьных каникул гораздо дольше, то есть и месяц, и полтора многим деткам надо. А как понять, что что-то не то в этом процессе? Что для родителей должно быть сигналом? Как понять, что ребенок не капризничает просто? А действительно у него есть проблемы? Ну, во-первых, это изменение поведения ребенка. И неважно, какое оно, то есть оно просто должно отличаться от обычного его состояния. То есть некоторые дети, наоборот, становятся замкнутыми, чрезмерно тихими, некоторые, наоборот, возбужденными. Но чаще всего вот общая для всех это капризность, это плохой сон, это нежелание идти в школу, нежелание выполнять обычные свои домашние какие-то обязанности. То есть вот это все, что должно насторожить родителей. И тогда умный, грамотный родитель, он действительно либо поговорит с ребенком, если ребенок доступен контакту именно на таком уровне, либо поговорит с учителем в школе. Потому что особенно в младших классах поведение взрослого человека, оно является как примером. И поэтому, если учитель недоволен каким-то учеником и видят это остальные ученики, то они тоже будут свое поведение к этому ученику негативно как-то показывать. Поэтому очень важно не пускать на самотек. И если вы заметили, что с ребенком что-то не то, то надо, конечно, в этом разобраться. И с ребенком поговорить, и в школу сходить, и, возможно, даже посидеть на каком-то уроке, посмотреть на своего ребенка со стороны, как он в школе. А что-то нужно давать ребенку при этом, какие-то препараты, чтобы снять это состояние? Ну, вы знаете, препараты, это уже лучше, конечно, обратиться к доктору. Самим не надо давать ничего, никаких не успокаивающих, ничего. Вы можете давать витамины, вы можете расширять или сужать питание, там что-то. Или какие-то нагрузки увеличивать, или к спорту его немножечко повернуть лицом. Но давать препараты без врача я бы не рекомендовала никакие. Инна Викторовна, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Логопед рекомендует не отдавать дочь в школу с 6 лет. Стоит ли прислушаться к мнению специалиста, либо отдать ребенка в школу в соответствии с возрастом? Ангелина интересуется в 6 или в 7? Ваше мнение по этому вопросу, ну, при том, что все-таки, наверное, речь идет не о совсем ребенке готовом, да, если логопед дает такую рекомендацию. Если рекомендует именно специалист, а не мамина хочу, то, конечно, стоит прислушаться. Потому что если специалист считает, что ребенок не готов к школе по каким-то параметрам, то лучше, конечно, не рисковать. Иначе вы усилите стресс, вы углубите заболевание, и ничего хорошего школа, естественно, вам не принесет. Второе сообщение. Ребенку 8 лет, часто жалуются на боли в ногах. Консультировались у врача общей практики. Она пояснила, что ребенок просто растет. Стоит ли дополнительно обследовать ребенка, если других нарушений здоровья нет? Ну, в любом случае, я думаю, что ребенок, прошедший диспансеризацию, то есть сдать анализ крови, сдать анализ мочи. Если эти боли действительно навязчивы, то, может быть, надо более глубоко и обследовать ребенка. Но я так думаю, что если врач общей практики ничего не заподозрил, то есть внешние ножки ребенка не изменены, анализы все в пределах нормы, ЭКГ у ребенка сделано, то, в принципе, я думаю, стоит прислушиваться к своему специалисту. Инна Викторовна, спасибо за ответы. А как предупредить нарушение осанки у школьника? Ну, осанка – это, конечно, больная тема для всех родителей. И, как правило, если у нас существуют санпины, и наши школы плюс-минус соблюдают все параметры и парты, и стульев, то родители, к сожалению, дома покупают ребенку, пошел в первый класс, купили стол и думают, что на все 10-11 лет ему хватит. Это, конечно, большое заблуждение. И мебель, она, как правило, должна обязательно быть по росту ребенку. То есть ни в коем случае нельзя сажать маленького ребенка за большой общий стол. Как определить это? Вы посадили ребенка на стул и посмотрели, как у него стоят ножки. Если стопа полностью стоит на полу и под прямым углом ноги находятся, да, бедрок голени, то стул подобран правильно. Высота стола где-то от ноги ребенка до крышки стола, да, сзади вот тут вот, должно быть где-то приблизительно 10-15 сантиметров. То есть у ребенка должен сидеть ровненько, и руки свободно должны лежать, то есть тоже под прямым углом. Вот эта мебель подобрана правильно. Если вы видите, что ребенок пишет и грудью упал на стол, то это явно ему не подходит стол, и надо его поменять. Мало того, что надо следить за осанкой, но надо, чтобы еще и мебель соответствовала, потому что тяжело ребенку с неудобной мебелью держать осанку. Если ребенок наклоняется ближе, чем надо, посмотрите зрение. Может быть, действительно уже зрение начало падать. Но это, конечно, не 1 сентября, не тогда, когда он прошел профосмотр, а уже поближе к середине года. Зрение мы проверяем раз в год. Но в середине года, посмотрите, присмотрите, если ребенок поменял осанку, то тоже надо будет сделать акцент на зрение. Так быстро это может произойти, да? За несколько месяцев? Ну, дело в том, что спазм аккомодации, это когда мышцы глаза сильно устают, то зрение начинает падать, и, в принципе, спазм аккомодации он лечится. Это просто мышечный аппарат глаза. Немножечко подустал, и надо сделать разгрузку ему. Потому что это еще не близорукость. В общем-то, и надо вовремя заподозрить, и вовремя обратиться к специалисту. Какие-то зарядки, капельки. И самое сложное – это заниматься с ребенком. Это уже очень мало кто на самом деле выдерживает, к сожалению. А когда можно сажать ребенка за компьютер? Вы знаете, в наш век сказать, что как можно позже – это все равно, что ничего не сказать. Потому что мы все понимаем, что это все рядом, и никуда от этого не деться. Но до пяти лет нельзя сажать за компьютер. И даже мультик смотреть, да? Ну, мультик, во-первых, есть телевизор для мультика. А мультик можно смотреть. Но, опять-таки, вы же понимаете, что это очень большая нагрузка для глаз. Там же смена картинок, вот всего остального. Мультики можно смотреть, но не на компьютере. Лучше, конечно, это по телевизору смотреть. Там немножко другая частота смены картин. А младший школьник, сколько времени он может проводить за компьютером? Значит, лет до 8-9-10 не больше часа в сутки. Более старшие дети, они должны около двух часов. Ну и подростки – это три, это максимум, что позволено подросткам. Но каждые полчаса надо делать перерыв даже подросткам. 15-20 минут отвлечься, уйти, погулять, чтобы глаза полностью отошли от компьютера. И три часа – это не непрерывно, а в течение дня непрерывно три часа нельзя сидеть. Да, даже и взрослым нельзя. Это очень большая нагрузка. Но, к сожалению, они сейчас и уроки делают на компьютере, и какие-то свои программы делают там. Поэтому не запретишь так сильно. Инна Викторовна, вообще, сколько можно учиться? Сколько часов в день ребенок может уделять активной деятельности? Читать, писать, размышлять? Ну, если исходить из того, что ребенок полдня находится в школе, дальше он должен прийти домой, естественно, отдохнуть, покушать, погулять, и только потом садиться за уроки. Младшие школьники, они должны в течение часа, не больше, делать уроки. И то с перерывами. Полтора часа – ну, это край, когда ребенок, младший школьник, будет делать уроки. Старшеклассникам, ну, тут уже как получится, конечно, но тоже с перерывами. Пик активности мозговой где-то приходится во второй смене на 3-4 часа. То есть вот с 4 часов и до 6 максимально можно мозг свой напрягать ребенку. Потом просто мозговая активность падает. Уже вечер, уже пора кушать и спать. Да, усталость, наверное, уже потом все бесполезно. В первой половине дня, кто вот учится во вторую смену, это часов с 10 утра. Вот с 10 до 12 мозговая активность тоже вполне может обучаться. А вот тут, мне кажется, есть опасность, потому что многие же с родителями только делают уроки. Если родителей нет, наверное, родители приучают детей после школы все равно, это поздним вечером. Ну, понимаете, мы же все люди цивилизации, мы все привязаны к своей работе, да. Но тогда надо делать очень щадяще. То есть мы готовим уроки те, которые были сегодня. Вот сегодня прошел урок, вот этот урок мы готовим, даже если он не завтра будет, а послезавтра. Ребенок еще помнит его, ему меньше надо будет напрягаться, чтобы сделать этот урок. Он что-то помнит со школы, плюс мама что-то помогла, и они вместе сделали, приготовили это. Пусть даже через 2 дня этот урок понадобится. Тогда мозговая активность немножечко будет защищена, то есть нагрузка. Хороший совет. А сколько на улице нужно находиться? На улице дети, где-то вот школьники, они, ну, около 2-2 часа вполне достаточно им погулять на улице. Лучше сразу после школы? Да, лучше сразу после школы. Во-первых, это активный отдых, никаких там, ну, это оптимально, конечно, после школы. Вечером уже на улице нечего особо делать. Инна Викторовна, и к тем питания я еще хотела вернуться. Мы уже немножко об этом с вами говорили, что с этим часто связаны многие ошибки родителей, их заблуждения и выбор, к сожалению, детей бывает часто не в пользу полезных продуктов. Расскажите, пожалуйста, чего не должно быть в детском рационе категорически? И что можно позволять, но очень ограниченно? Ну, вы знаете, быстрых углеводов должно быть как можно меньше. Что такое быстрые углеводы? Это углеводы с простой формулой. Это все сладости, это белый хлеб. Это те углеводы, которые очень быстро дают нам энергию, насыщение, но они стимулируют большой выброс инсулина. И если мы эту энергию быстро не расходовали, то, что вот дали эти углеводы, то все уходит в жир. Вот наши дети с избыточной массой тела. А сейчас больше детей с избыточной массой? У нас 25% детей имеют избыточную массу тела, 15% имеют ожирение. Это большие цифры. И вот эти быстрые углеводы, накапливаясь в жировой клетчатке, и стимулирующие огромный выброс инсулина, они же дают нам сахарный диабет второго типа. То есть у нас сейчас, к сожалению, у детей раньше такие были единицы, а сейчас все чаще и чаще идет диабет второго типа. А второго типа он свойственен взрослым. То есть это не отсутствие инсулина как такового, а просто снижение чувствительности клеток. Да, это нетипичная ситуация, да? Происходило обычно у взрослых. Да, и, к сожалению, это вот наши быстрые с вами углеводы и наше нерациональное питание. Поэтому быстрые углеводы надо заменять на медленные углеводы, то есть со сложной формулой каши, да? И поэтому мы рекомендуем на завтрак детям каши давать. Вот. То есть категорически чего нельзя, я бы так не сказала, но, конечно, газированные напитки. И там тоже быстрые углеводы содержатся, тоже идет все в жировую ткань. Вот. Чипсы с добавками со всеми. Плюс в чипсах содержится глютамат, который стимулирует аппетит, стимулирует «хочу еще». Вот. Это, конечно, беда. Это из рациона однозначно надо убирать. Хорошо, что в школьных буфетах теперь уже не будут ничего вредного детям продавать. Одним соблазном меньше. Ну и в преддверии осени, такого сезона простуд. Скажите, пожалуйста, когда и с какого возраста прививку от гриппа вы бы рекомендовали делать? Прививочная кампания начинается уже с середины сентября. Даже, может быть, даже в этом году и с 1 сентября получим вакцину. И до 1 ноября мы должны привиться. Потому что, когда придет к нам грипп, мы не знаем. И прививка эта нас защитит всего лишь на год. ВОЗ нам дает рекомендации только на год. Поэтому до 1 ноября надо привиться. Вот этот промежуток времени, да? С 1 сентября до 1 ноября. Наверное, период адаптации детской лучше все-таки повременить, если это первоклассник? Конечно. Это вот с конца сентября до 1 ноября. Мы всех привьем, и будет, в общем-то, нормальный иммунитет. А с какого возраста можно делать детям прививку? В национальном календаре с 6 месяцев. С 6 месяцев? Да. И есть такие примеры, да? Когда совсем не лучше? Так, а что примеры? Конечно, мы всех прививаем детей. Это входит в национальный календарь. Это обязательная прививка. Инна Викторовна, спасибо огромное за такой конструктивный и полезный сегодняшний диалог. Спасибо вам. Инна Чернышевич, заведующая филиалом номер 6 Гомельской центральной городской детской поликлиники, была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Счастливого 1 сентября. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин